Всем привет! С вами Рэймонд и это канал Сокер. Продолжаем познавательные ролики, в частности на тему мячей. И сегодня поговорим о материалах, из которых мячи делают, а также о вариантах пошива мячей. Итак, начнем с первого. Материал. То, из какого материала сделан мяч, определяет стойкость мяча и то, сколько он вам будет служить. На сегодняшний день, подавляющее большинство мячей делают из синтетики. Производители вынужденно отказались от кожи, поскольку та через некоторое время вытягивалась, что сказывалось и на водозащитных свойствах мяча, который начинал впитывать много влаги. Поэтому мяч становился намного тяжелее, гораздо медленнее передвигался и просто терял форму. Помимо этого, натуральная кожа намного дороже синтетики. К тому же, проигрывает ей не только в прочности, но и в различных игровых характеристиках. Чаще всего мячи изготавливают из поливинилхлорида и полиуретана. Поливинилхлорид. Или же в аббревиатуре ПВХ. Этот материал представляет собой фактически синтетическую кожу, при этом менее дорогую, чем натуральная. На ощупь напоминает пластик. Особенно это ощутимо в холода. Из-за этого мяч сложно контролировать. Поэтому поливинилхлорид используют для изготовления дешевых мячей. Полиуретан. Аббревиатура ПУ. Данный материал является синтетической кожей. Долговечной, крепкой и надежной. На ощупь ПУ похож на натуральную кожу. Полиуретан это материал для более дорогих и профессиональных мячей. Мячи из полиуретана мягче и лучше реагируют на удары. Термополиуретан используется как правило в бюджетных мячах. Также есть еще мячи чисто из резины или комбинации резины и ПВХ. Или же каучуковые. Такие мячи либо сувенирные, либо для маленьких детей. Поэтому сосредоточиваться на них не будем. Подкладочный слой. Большое значение имеет подкладочный слой, который используется между камерой и внешним слоем. От подкладки зависит упругость, вес, сферичность и прочие характеристики качественного мяча. Но и стоит учесть тот факт, что чем качественнее материал поверхности, тем меньше нужно подкладочных слоев. Для топовых мячей оптимально число 3. В хороших тренировочных мячах обычно от 3 до 4. Большим количеством подкладок производители пытаются скрыть экономию на качестве. Типы сшивки панелей мяча и их конструкция. В наши дни конструкция мячей может состоять из 6, 8, 10, 16 или 32 панелей. При этом значительных отличий при игре конструкция мяча не создает. Гораздо важнее понимать метод сшивки этих панелей. Механическая сшивка. Панели мяча скрепляются механически на производстве. Данный способ сшивки является самым ненадежным, но зато самым дешевым. Отсюда увеличенный процент брака по мячам с данной сшивкой. Такой метод сшивки как правило используется только в дешевых тренировочных или сувенирных мячах. Также стоит отметить, что у такого способа сшивки швы очень хорошо видны с наружной стороны, что является причиной их быстрого изнашивания. Особенно при игре на асфальте. Ручная сшивка. Данный тип сшивки является самым распространенным и отличается высокой надежностью и износостойкостью. Все топовые футзальные мячи как правило изготавливаются с ручной сшивкой панелей, чтобы мячи могли перенести высокие нагрузки. Стандартные классические футбольные мячи также производятся с ручной сшивкой панелей, но это может привести к увеличению набора влаги при игре во влажную погоду. Интересный факт. Мячи с ручной сшивкой практически все шьются в Пакистане. Конечно, есть некие проценты Китая, но тем не менее, несмотря на то, что компания может быть американской или немецкой, лучшие мячи выходят именно из Пакистана. Поэтому не стоит думать, что это плохо. Термосклеивание. При данном методе сшивки панели, мяча приклеивается к камере мяча при высокой температуре. Такие мячи отличаются идеальной сферичностью и не набирают влагу. Идеально подходят для большого футбола. Все топовые профессиональные мячи Nike, Adidas или Select производятся сейчас с применением термосклеивания панелей. Кстати, а вы знали, что из всех трех вариантов раньше ремонту подлежал только мячик с ручной сшивкой? Мячи с машинными швами не подлежат ремонту до сих пор. А вот мячики с термошвами до недавнего времени тоже не чинились. Но сейчас ремонт такого мяча уже доступен. Камера. Камеру для большинства футбольных мячей изготавливают из латекса или из бутила. Каждый из этих материалов имеет свои недостатки и свои преимущества. Камера из бутила прекрасно удерживает воздух месяцами. Но такие камеры жесткие. Структура же латекса пористая. Поэтому мяч с такой камерой начнет сдуваться уже через неделю. С другой стороны, мячи с латексными камерами пользуются спросом у профессиональных футболистов. Потому что камеры из латекса придают мячу мягкости и чувствительности. Клапан камеры. Клапаны на камере могут быть силиконовыми или бутиловыми. Оба вида клапана превосходно держат воздух, но силиконовый клапан ставится на более дорогие модели мяча. Силикон мягче, а поэтому игла легче проходит в камеру. Что ж, теперь помимо того, как набивать мяч, вы знаете, что именно вы набиваете. Эти знания помогут вам выбрать качественный и недорогой мяч для разных целей. Также подписывайтесь на канал Сокер. Посетите официальный сайт Сокер Шопа. Там куча крутых футбольных товаров. Всем успехов. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok